Подружки, мы сегодня были в магазине. Ездила в магазин первоначально для того, чтобы купить ребенку тренировочные штанишки, поскольку на улице, во-первых, лето у нас уже как-то закругляется и не так тепло, во-вторых, есть какая-то история, я не знаю, по каким кустам он там шарится, но один из кустов дает ему аллергию, и у него все ножки вечером вот прям в красных таких прыщичках. Следовательно, нам нужно уже одевать что-то длинное и на руки, и на ноги, и в общем, в целом, ребенка одеть. Поэтому я поехала в Абисити, мы купили вот эти тренировочные штаны. Сори, что ничего нового, наверное, просто потому что эти штаны я показываю уже, мне кажется, вот сколько ему, 2,3, вот столько их я и показываю, с рождением мы их одеваем. Причем этот размер я ему купила 74-й, 74-й. Но благодаря вот этому поясу и благодаря внизу манжетам эти штаны, мне кажется, он будет таскать вот прям до пенсии. И в целом вот со всеми размерами у нас так оно и было. Поэтому вот такие вот штанцы я ему купила. Плюс к всему я нашла, тут компания Кокодрила, короче. Взяла 2 комплекта по 2 майки. Черная-серая и синяя-голубая. Ну, просто потому что цена у них хорошая. 8 с копейками евро за 2 майки. Ну, просто носиться по улице, мне кажется, окей. Потому что все-таки не хочется убивать хорошие майки, которые у нас намного более дорогие. Потом Water Wipes или Aqua Wipes одно и то же. Это наши для попы влажные салфетки, на случай, если они нужны. И потом, конечно же, ребенок сегодня схватил вот такой вот планшет. Долго на него смотрела. Да, в целом, всю жизнь своего ребенка, очевидно. Это Fisher Price. Вот такой вот планшетик. Я решила брать на русском языке, поскольку здесь, в Риге, мы пока без папы. Папа приедет только в начале сентября. И на русском языке с ребенком в целом никто особо-то и не разговаривает. И здесь он сможет, ну, хотя бы песенки, там, какие-то и игрульки, и вот это вот все музыкальное на русском языке изучать. И, в общем, ну, играть с этим планшетом. Ну, и всякую там машину можно взять с собой, куда-нибудь в торговый центр, если сильно надо, и так далее. Он, конечно же, намного-намного дороже, чем прочие. Это, естественно, даже меня, шикобабу, убивает. Но в то же самое время я понимаю, ладно, я вот как-то эти планшеты все рассматривала-рассматривала, какие-то покупала, какие-то там, я не знаю, пробовала. И, в целом, ни один из них так толком и не удовлетворил. То они ломаются, то они некачественные, то там не то, что нужно, и так далее. Так, он тут прикреплен. Сейчас отцеплю. Коль уж я как-то не нашла такой идеальный, который можно было бы в дорогу и туда, и сюда, то, в общем, ну, ладно, пусть будет этот. Тут есть три режима сложности. Подожди, котенок, давай покажем. Тут какие-то песенки. Так, как его включить-то? Первый. Ну, давай. Переверни вот так вот. Кнопочка для песенок. Ну, и, короче, тут по уровням можно. Третий уровень. Самый сложный. Кар-кар, твоя любимая. И из последнего, что я обязательно и точно хотела и понимала, что я куплю непременно, это вот такая вот подушка для кормления Клэва Мама. Сейчас буду вам показывать и рассказывать, почему именно ее я решила купить. Кто вообще следит за моим каналом, вы знаете, что я этой же фирмой подушкой для кормления ребенка пользовалась и в первый раз, то есть с Рэмом. И так как опыт с этой подушкой имею, прочее пробовала, я понимаю, что эта подушка, она действительно очень-очень качественная. И она нам подошла лучше всего, потому что она очень такая стабильная. У нее здесь, по-моему, этот memory foam, да, то есть с памятью наполнения. И она очень хорошо держит ребенка. То есть мне вот прямо по размеру ее одевать как-то было удобно. Плюс ко всему здесь этот чехол. Сейчас найду, где молния. Покажу, как она открывается. Вот здесь внутри есть специальный материал, который не пропускает влагу, грязь и так далее. То есть было у меня несколько раз, что Рэм с закормлением сходил так хорошенечко в подгузник. И по итогу все это дело протекало, и подушка была, ну, испачкана. Но когда я снимала чехол для того, чтобы его постирать, внутри вот эта штука не пропускает. То есть ее просто тряпочкой подстроя воды моешь, и все, и она снова чистая. Ну и как раз-таки здорово, что я нашла в Риге очень хороший, ну, дизайн. Именно цвет. То есть она серая подушка с такими маленькими какими-то там треугольничками. Поскольку до этого в Риге вот все, что я смотрела, они были какие-то, знаете, там прям с ужасными какими-то кругалями. Оранжево-серо-буро-малиново и непонятных цветов. Короче, этот цвет очень прикольный. Потом еще, что здорово, в комплекте этой подушки есть вот такая вот вставка Newborn. Ее можно использовать да где угодно. В кроватке, в коляске, в автокресле, там, я не знаю, в качелях, если они большие для малыша. Короче, вот эту штуковину я в прошлый раз также подкладывала ему вот везде, где только можно было. И она очень здорово работала. Также можно использовать для игры на животике, то есть ребенка перевернуть, вот эти валики использовать. Ну и саму подушку тоже. И, кстати говоря, в роддоме и в целом уже потом в дальнейшем кормлении и, в принципе, в жизни с ребенком, эту подушку я использовала как вот свою подушку, на которой я спала. Она очень удобная. Здесь в комплекте, что еще? Вот такие вот накладки, это типа для ремней автокресла или там коляски, чего бы. Но я не думаю, что они нам понадобятся. Но в целом клево, что они есть. И вот такой вот комплект, он очень классный. Потом здесь еще на этой подушке есть вот такие вот две петли. И сюда можно цеплять игрушечки. То есть ребенчик на животике играется, сюда игрушки прицепил, и он там с ними занимается. В общем, классная штуковина. И я поняла, что вот эту подушку я снова хочу приобрести. В Петербурге у меня наша первая, которую я покупала с ремом. И вот эту я буду использовать вот в первой неделе, пока мы после рода будем в Риге. И потом оставлю ее здесь, чтобы у нас уже вот дублировалось все, и чтобы не нужно было таскать туда-обратно-обратно. И чтобы всегда у меня под рукой была эта удобная подушка. Еще по поводу кормления. Многие меня спрашивают, планирую ли я кормить второго ребенка грудью. Зная нашу сложную историю с ремом, поскольку да, молоко у меня было, и я его кормила. Но у нас проблема была с тем, что он неэффективно сосал. Не потому, что у него там уздечка, не потому, что там, я не знаю, как это вот форма груди. Но просто он не хотел напрягаться. Он засыпал, и он вот просто неэффективно сосал. Более эффективно я свое молоко извлекала при помощи сцеживания. И, в общем, так я его кормила. Создавала свой банк молока в холодильнике, в морозилке, точнее сказать. И, в общем, кормила своего ребенка. Плюс потом у нас добавилась, естественно, смесь. В этот раз я вот прям настроена на все 100%, конечно же, выкормить ребенка грудью. Уже имея какой-то опыт, конечно же, буду какие-то коррективы, может быть, выносить. Работать, естественно, как и в первый раз со специалистами по лактации. Ну и в целом работать над тем, чтобы наша история грудного вскармливания во второй раз была намного более, ну, во-первых, успешной, чтобы у нас это получилось. И, во-вторых, конечно же, чтобы это было вот прям, ну, в удовольствии. Не так сложно, как это было в первый раз. Понятное дело, что в первый раз ты и нервничаешь в разы больше, и как-то, ну... Ну, в целом, мне это не давалось легко, мне было, правда, очень тяжело, и как-то у нас вот прям не складывалось с ним. Поэтому мы прибегали, да, как я уже сказала, к сцеживанию, к бутылочкам. И, ну, с бутылочек он очень успешно ел, мы пользовались Кома Тома. Потом я поняла еще Мадер Кей, классная бутылка. Вот мы сейчас кефирчики из них пьем, то есть до сих пор пользуемся. И в целом, показывая вот эти вещи, как бы надо, наверное, с одной стороны извиниться, что, да, блогеры, как бы два года после рождения ребенка прошло, и ничего нового я вам как бы не показываю, все те же вещи покупаю. Но, с другой стороны, я всегда говорю, что, да, как бы те вещи, которые я покупаю, они не дешевые, но в то же самое время они настолько качественные и настолько, ну, как бы мне лично зашли с ребенком, что я и со вторым вообще без каких-либо там мыслей спокойно приобретаю ровно те же вещи и знаю, что они вот прям будут очень классно работать, потому что они правда качественные. Да, они не самые дешевые на свете, но они действительно очень-очень качественные. Поэтому, собственно, ну и как бы иногда получается показывать вам одни и те же вещи. А что касается сцеживания, я перепробовала всякие разные варианты сцеживания, и ручное, и автоматическое. Я пробовала и Моделлу, и Филипп Авент молокоотсосы, всякие разные модели, которые у них есть. И скажу, что, ну, на 100% ни одна из этих фирм, они мне, ну, не подошли. В этот раз я решила заказать мега крутой, ну, такой прям супермодерновый прибор, то есть это молокоотсос, который называется Элви. Многие из вас снова меня упрекнут, что я вот прям буржуйка, и гореть мне в аду, и, в общем, проклятие свои будете отправлять в мою сторону, но ничего не поделать. Ну, как бы, грудь моя, и мне решать, что к ней прикладывать. В общем, с Элви история такая. Здесь покажу картинку, чтобы вы понимали, о чем речь. Короче, это молокоотсос электронный, беспроводной. Он управляется с телефона. Я знаю, что есть отзывы, что там иногда глючит вот это приложение, но в целом ты его просто запускаешь заново, и как бы все работает. И в основном от него очень-очень хорошие отзывы. Значит, смысл этого молокоотсоса какой? Во-первых, у него контейнеры, и сам молокоотсос, он очень плоский, таким образом, что ты можешь его поместить в свой бюстгальтер. И запросто, просто, вот ходить, передвигаться, и действительно, ну, не быть скованной. Потому что, когда ты сцеживаешься, например, как я в первый раз сцеживалась, каждые три часа, вот круглые сутки, вот прям 24 часа, каждые три часа без вообще исключений, то, конечно же, быть привязанной вот к этим проводам, к этим бутылкам, которые торчат. Даже если на батарейках, там, вот как моделы работают, да, но это все равно, это, ну, как бы, это не вариант, что ты можешь хоть что-то полноценно делать во время сцеживания. А в этом случае ты просто помещаешь это в бюстгальтер. Да, грудь выглядит в три раза больше, там, размер такой шестой хороший, но в то же самое время действительно ты можешь передвигаться. Это первое. Второе, что очень круто, у них есть отдельные силиконовые контейнеры, тоже картинку добавлю, и эти силиконовые контейнеры, пока ты кормишь грудью одной ребенка, ты его просто сжимаешь, прикладываешь к груди, отпускаешь, таким образом создается вакуум, и этот контейнер силиконовый, он цепляется к твоей груди свободной, тоже в бюстгальтере. И таким образом ты ловишь все то молоко, которое вытекает из свободной груди, пока ты кормишь второй. Таким образом ты не теряешь лишнее молоко, и когда тебе нужно создать банк молока, когда я понимаю, что в будущем ребенок, возможно, будет есть бутылочки, очень хорошо, ну просто сохранить все молоко, которое ты только можешь сохранить, чтобы этот банк молока у тебя всегда был в хорошем объеме. Кстати, вот я знаю, в Америке есть очень крутая штука, если ты не используешь свое грудное молоко, ты можешь его пожертвовать, отдать, ну, другим мамочкам, у которых не получается это молоко получить. Так что, может быть, у нас тоже такое, ну, как бы, практикуется, не знаю, ну, это нужно будет вот просто узнать, и в случае, если мы не используемый банк, ну, можно будет его отдать мамочкам, детки которых нуждаются в молочке. Ну вот, и вот такой вот комплект, то есть основной, есть там на одну грудь, есть на две груди, вот этот Элви молокоотсос, и плюс ко всему отдельно можно купить вот эти силиконовые, значит, контейнеры, которые используются во время кормления ребенка грудью. Очень прикольные штуки. Вторая фирма, которая мне нравится, это Хака, тоже картинку оставлю, она пишется Х и две А, ХАК. У них форма немного другая, то есть принцип вот этого вакуума, чтобы ловить молочко, такой же, но просто эта бутылочка, она вот прям как бутылочка. Там цена небольшая, там 20 евро, что-то такое, я вот обязательно ее тоже закажу, просто чтобы попробовать и посмотреть, как они работают, потому что Хака очень популярная в Европе, в Америке. Ее минус по сравнению, например, с Элви в том, что эта форма, но она чаще отваливается от груди, и есть больше шанс, что ты разольешь это молоко по итогу, потому что, ну, ребенок может ударить ножкой, или как-то там ты не так повернешься, ну, в общем, там нужно как-то поаккуратнее, хотя у них тоже есть вариант более плоский, его тоже можно пробовать использовать. По цене, вот полный комплект того, что я хочу от Элви, вот молокоотсосы, вот прочие там причиндалы, мне обойдется порядка 600 евро. Ну, это капец, как дорого для, 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 для молокоотсоса. Это я, конечно же, понимаю, это мои деньги, которые я буду тратить, но, ну, что делать? Ну, как бы, я вот прям настроена очень решительно, и вот прям в случае, если нужно будет сцеживаться, я вот прям хочу, чтобы вот каждые эти три часа, они были продуктивными, и я могла это делать максимально, во-первых, комфортно для себя, чтобы я, ну, не помирала, знаете, потому что я помню ночные вот эти сцеживания, это покормила ребенка, и вместо того, чтобы пойти спать, ты идешь еще добрые там 20-30 минут еще сцеживаешься, ну, это прям вообще. Ну, зомби, ну, еще тот по итогу получается. Поэтому, собственно, ну, я хочу, чтобы в этот раз, ну, как бы, этот комфорт и время, которое я трачу на сцеживание, оно было минимальное, но в то же самое время частое, да? Ну, то есть это спрос, предложение, да, работает в нашем организме. Вот, так что вот такие вот истории. Заказывать это все буду на Амазоне, естественно. А все, что я могу купить в Риге, я покупаю здесь в Риге, ну, или в Санкт-Петербурге, просто потому что на Амазоне сейчас в связи с ковидом, очевидно, там какие-то зверские просто, во-первых, сроки поставок. Ну, до Риги не так-то плохо, там в течение, там, недели-двух можно получить, но цена на доставку, она действительно дорогая. Вот, например, это комплект подушки, я за него в Риге здесь заплатила 60 евро, а если посмотреть вот на Амазоне заказывать, ну, обойдется немного даже дороже, с учетом того, что эти деньги я переплачу за доставку, это время, ну, и как бы курсы там, переводы, в общем, этим я заниматься совсем не хочу, поэтому все, что могу купить здесь, я покупаю здесь, все, что, ну, в общем, могу заказать, чего здесь нет, то я буду заказывать. Ну, тут у человека очевидный какой-то экстаз с пакетом. Ну, вот, мамины чеки полетели. Все, разобрался? Отлично. Слушайте, хочу показать вам, что у меня еще на Амазоне есть в моей корзине. Мне кажется, это прям крутятские штуки. Вот, первое, это, конечно же, для истории послеродовой, в прошлый раз тоже пользовалась вот этой штукой. Эта бутылка называется портативная бидета, которую ты используешь после родов, особенно когда у тебя эпизиотомия, разрывы, швы, и невозможно по-маленькому сходить в туалет. Вот такая вот бутылка, прекрасно ты идешь в туалет, и параллельно ты, в общем-то, умываешься, обмываешься, и таким образом не такой болезненный процесс получается. Я вам скажу, эта штуковина в прошлый раз спасла мне жизнь, и поэтому в этот раз себе новую такую тоже 100% закажу. Вот, она, Клэва Мама у меня здесь. Видите, в фунтах 53 фунта в евро. Ну, там добавить нужно. Ну, типа, если 53 фунта, в евро это будет где-то 55-56, что-то такое. Ну, там чуть-чуть побольше с переводом. Короче, значит, эту штуковину я удаляю, потому что она мне больше не нужна. Так, потом у меня здесь вот зеркало для того, чтобы видеть малыша в автокресле в машине, и зеркало обязательно с подсветкой. У Рэма такое зеркало есть, и я поняла, что в темное время суток это прям необходимая вещь. Вот она хака, про которую я вам рассказывала. Вот она так и выглядит. Ну, картинку я уже добавляла. Так, ребенок, погоди. Вот, вот это хака. Вот такая вот бутылочка, видите? И на грудь она цепляется. Сейчас попробую найти. Ну, тут какие-то картинки такие не очень. Ну, в общем, она тут ловит. Потом большая опаковка Water Wipes, естественно. Вот, это вторая машинка белого шума. По принципу она похожа на Марпак, но еще у этой машинки белого шума есть ночничок освещения. В общем, так как у меня где-то двое, то я думаю еще вот эту штуку тоже заказать. Потом комплект муслиновых вот этих слюнявчиков, которыми мы, кстати говоря, до сих пор пользуемся в разных целях. Это прям вещь тоже очень крутая, и их много не бывает. И еще в этот раз я решила заказать вот такие вот слюнявчики. Большие, на которые я зажала деньги в прошлый раз. В чем их смысл? Смысл в том, что вот у них такая классная форма. Во-первых, в комплекте их несколько, и ты можешь использовать их вот таким вот образом. На плечо одевается, и когда ребеночек столбиком там свою отрыжечку ждет, в случае, если он отрыгнет на тебя, то одежда останется у тебя чистой. Ну, по крайней мере, шанс на то, что одежда останется чистой намного больше. То есть у них размер прям очень-очень прикольный. Это здесь у меня вот, кстати, бунусская вот эта трава, то есть это решетка для сушки посуды ребенка. Но пока я оставила в корзине, в Риге я не нашла нормального размера, потому что я в этот раз хочу ее большую, не маленькую квадратную, а большую. Она, в общем, будет намного более удобна, с учетом того, что бутылочками будет пользоваться, я думаю, что один и второй малыш. Так, потом, ну, тут еще другие варианты вот этих слюнявчиков. Выберу какие. А, и вот такую корзинку я хочу купить для того, чтобы таскать по квартире такой набор стандартный при одевании малыша. Ну, грубо говоря, туда положилось, что нужно лосьончик, там, салфеточки, бутылочку, там, что еще, памперсы, да, и, в общем, если нужно... Эх, котенок! Если нужно с одной комнатой переместиться срочно в другую, ты быстро эту корзиночку хватаешь и вперед. И просто, собственно, ну, как бы очень легко можешь ребенка приодеть и взять все, что тебе нужно. Короче, все под рукой. Вот такие вот слюнявчики в прошлый раз у нас были, и, кстати говоря, тоже живут они до сих пор у нас в Санкт-Петербурге. Я стелила их на Baby Bear, в общем, на все поверхности, на которые может срыгнуть ребенок. Ну, и потом уже, когда кормишь, тогда естественно. Они также очень прекрасно работают, как слюнявчики. Ну, и в целом, эта компания, Badding Bear, мне очень понравилась, поэтому я ее, в общем, добавила. Здесь у меня бамбуковое, господи, как его, полотенце. Ну, его не знаю, буду брать или нет, потому что у меня есть несколько вариантов Аталанта. Это Элоди, они очень клевые. И здесь что? А, это книжка для Рэма. Ну, в общем, вот таким вот образом евро 300 у меня тут получилось, вот на все это барахлишко. Как-то вроде все по мелочам, а дорого жутко. Поэтому, ну, посмотрю, от чего можно отказаться, и в целом, может быть, на чем-то сэкономить. Ну, и, короче, заказав эти штуки, мне кажется, мы, наверное, ну, уже все. Больше ничего нам не надо особо-то. Ну, да, единственное, чего здесь нет, это Элви. Кстати, сейчас я его наберу быстро и вам покажу Элви. Ну, вот двойной. Сам только вот этот молокоотсос стоит 500 фунтов. Ну, и плюс, если нужно, какие-то причиндалы, потому что там, естественно, есть и прокладки, и вот эти силиконовые какие-то запчасти. которые могут там отвалиться. Вот он с другой стороны вот так вот выглядит. И, короче, вот такая вот красотень. Ну, да, еще вот это добавлю. Итого, ну, короче, под штуку евро у меня тут и получится. Ну, и пока матушка тут, понимаете, показывает вам свою корзину, у другого человека своя корзина. Значит, уничтожены мои любимые пахнущие пакетики, да, для подгузов. Грязно, хотя сейчас уже что у нас с твоими подгузами? Мы-то имея суп-то и не пользуемся, да, скажи. Потому что кое-кто ходит на горшок. Кстати, расскажу быстренько по поводу прогресса нашего с горшком. Хотелось бы мне, конечно, сказать, что за неделю я его обучила, и все у нас прекрасно. Но как-то вот насколько хорошая была первая неделя, настолько с переменным успехом у нас прошла вторая неделя. Потому что, во-первых, есть просветление и классные дни, когда ребенок действительно даже просится на этот горшок. То есть я ему говорю, хочешь, он кивает и бежит. Или сам такой посмотрел на письон и побежал. Так же и с большими делами. То есть какал он, по-моему, несколько раз. Я уже сейчас не вспомню сколько, но несколько раз он какал на горшочке, и вроде бы все у него получалось. И это действительно очень здорово. Сбили нас с толку, что вот дни, когда я отравилась, и когда вот я вот просто уже не следила особо за ребенком, и дни, когда мы чаще выезжали из дома. И тогда, конечно же, приходилось одевать подгузник. Сегодня день весьма неудачный. Не знаю почему, но просто вот сегодня он подписывал в штаны, по-моему, раза три. И причем, знаете, каждые пять минут. То есть, грубо говоря, я его саживаю на горшок. И если он не хочет, то я как бы не выжидаю 20 минут. Тогда я выжидаю 5-10 минут и высаживаю повторно. Поскольку, ну, он не сходил. И в любой момент он может пожелать сходить. Он как бы ничего там не делал на этом горшке. И бам, не проходит полторы минуты, и в штаны написал. Ну, и вот так вот в течение часа, наверное, три раза. Короче, не знаю, сегодня, наверное, не наш день. И поэтому как-то вот не сильно успешно. Но в целом, в целом, наверное, все окей. Мы высаживаемся каждые полчаса, 20 минут. То есть, мы это дело не забросили. У меня терпения уже не хватает, конечно же. Но я держу себя в руках, так сказать. Что касается подгузников, вот, это мой последний запас подгузов. Все, больше у меня подгузов нет. И я вот сейчас думаю, что мне делать. Покупать мне их или нет. Но на ночь я как бы планировала его укладывать в подгузниках в любом случае. Есть еще вариант купить многоразовые. Мне вот в Инстаграме подружки писали, купи многоразовые подгузники. И укладывая спать, в многоразовых их можно постирать. Ну, и как бы не нужно будет их там закупать постоянно. Может быть, и многоразовые для него приобрести и попробовать. Вот, не знаю. Напишите в комментариях, как у вас с этим. И работают ли они для вас. Я, может быть, кстати, и попробую. Потому что действительно, ну, вот, выбор. Купить многоразовые, которые ты просто постираешь. Или заново покупать подгузники. Ну, вот, как-то я не знаю. С другой стороны, мы пока еще выезжаем. И на прогулки я его, ну, как бы не отпускаю без подгуза. Поэтому все-таки он нужен. Короче, я запуталась со всеми этими процессами. И что-то вот прям немного в смятении. Как-то у нас вот это все. Ну, да, плавно, с одной стороны. Да, я его там прям жестко голым не пускаю. Но в то же самое время хотелось бы уже, чтобы, наверное... Так, все, давай, не будем вот это уничтожать. Это прям хорошая штука. Ну, вот, подружки, так у нас все наши процессы сейчас проходят. Такие вот у нас покупки. И такие вот у нас дела. Дай носик. Носик, да, котенок, скажи. Вот такие вот у нас дела. Короче, ну, вот, как я уже говорю, с переменным успехом. Иди сюда. Иди сюда. Скажи. Привет! Да, скажи, уже весь выпуск прошел, а ты только привет. Короче, с таким вот переменным успехом у нас все это тут продвигается. Ну, на самом деле, да. Тут я точно могу сказать, что в вопросе горшка это. Потому что, ну, вот так вот сложилось у нас. Но надежду мы не теряем. На горшок мы насаживаемся и надеемся, что все-таки у нас в скором будущем все получится. Ну, а пока как есть. Поэтому, короче, держим кулаки за нас. И, в общем, не унываем. А во всем остальном все, конечно же, классно. Поднимают настроение очень покупочки. И как-то вот это вот приближающееся время родов. Потому что у нас что уже? Месяц остался, да? Ну, вот чуть больше месяца. Хотя, неизвестно. Тут еще вопрос. Как у нас пойдут дела с развитием малыша, с его ростом. И за всеми этими историями возможной стимуляции и так далее. Ну, а по крайней мере, вот сейчас, мне кажется, начнется самое-самое интересное. Мы будем, да, вот закупать все необходимое. Арс приедет со всеми вещами, которые у нас еще остались в Санкт-Петербурге. Я буду собирать сумки в роддом для себя и для малыша. Ну, и, короче, мне кажется, это будет очень-очень интересно, да? А еще интереснее будет понаблюдать, как вот этот человек будет реагировать на появление маленького братья. Ага! Ну, в общем, за всем этим следите на моем канале. Все, на сегодня мы с вами прощаемся. Всем желаем доброго дня. Всем говорим пока. И увидимся в следующем нашем видеоролике. Все, подруги, пока! Физбамп! Давай! Физбамп! А вот это наше новое умение. Очень нужно вещам еще ребенка. Вот так вот. Физбамп! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»